МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Вести детально в студии Наталья Пухова. В начале главной темы выпуска. Таксист не довез до места назначения. Автомобиль перевернулся на мосту в районе вокзала Сызрань-1. Подробности в рубрике «Дежурный по городу». Мастер-класс актерского перевоплощения для всех желающих и встреча со звездой российского кино. В Сызранской драме прошла ночь в театре. Вышли на праздничный митинг и засолили капусту. Сызранцы отметили День народного единства. 4 ноября Сызранцы вместе со всей страной отпраздновали День народного единства. Впервые в нашей стране его отметили в 2005 году. Хотя этот праздник относительно молодой, учрежден он в память о событиях 1612 года, когда народное полчение под предводительством Кузьми Менина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этом году основные торжества в нашем городе развернулись на центральной площади города. И на этот раз появилась новая традиция, которая многим пришлась по вкусу. Подробнее расскажет Марина Дмитриева. В День народного единства горожане вышли на митинг под российским триколором. Погода хмурая, но настроение у сызранцев хорошее. Мы вместе со страной, говорили жители. Это история нашей страны. Это значит знаменательный день для нашей страны. День единства. То есть наша страна многонациональная. Я думаю, это самый основной фактор, чтобы все жили в нашей стране счастливо, дружно. Ноябрьский митинг, где, как обычно, участвовали партии, профсоюзы, предприятия, приобрел новые традиции. На этот раз молодежь устроила танцевальный флешмоб. Сызранцев поздравили официальные лица. Со сцены прозвучало залог успешного развития города и страны, понимание, дружба и единство. И наша задача состоит в том, чтобы сохранить единство на нашей земле, в нашем родном городе. В Сызране проживает около ста национальностей. И мы гордимся тем, что понимаем и уважаем традиции друг друга. Всех желающих побольше узнать о национальных традициях пригласили на городской капустник. За накрытыми столами русские, татары, мордва, чуваши делились рецептами блюд из капусты и угощали желающих. Капусты маринованные с перцем, с клюквой, с яблоками. Главное, чтобы солить с душой. И тогда будет польза, будет, витамины будут. Капуста вообще на Руси голова. Ее растят, солят, так в ши везде кладут. Это очень хороший продукт, много в ней витаминов. Я рекомендую всем есть капусту. Едоков нашлось немало. Капусту жители ели и солили сами. Все, что приготовили, после раздавали. С добрыми словами и пожеланиями. В День народного единства и не только. Пожелать хочу всем здоровья, благополучия и, конечно, счастливого будущего в нашем родном городе. Марина Дмитриева, Дмитрий Медведев. Вести детально. Сызрань в очередной раз присоединилась ко всероссийской акции «Ночь искусств». А так как 2016-й в России год кино, в Сызранском драматическом театре гостей ожидала тематическая программа, посвященная важнейшим из искусств. А кроме того, их ждала встреча со звездой советского и российского кино. Слово Анатолию Волошинскому. «Я и ты, я и ты, а сколько двое, я и ты, я и ты». «Это ничего, что мы так тепло относимся друг к другу на сцене», спросили зрителей Эммануил и Ирина Виторган. С первой же песни про настоящую любовь и верность, воспоминания о друзьях и посвящение мамам. Тепло и мудрость в каждом слове. Этот голос народного артиста знают миллионы людей по всей России. В антракте они вспоминают, как родилась идея, чтобы Эммануил Виторган запел. И когда вот Эммануил Виторган мне звонил на автоответчике, меня дома не было, я оставлял на автоответчике, я вот так приходила и 10 раз слушала, по 15, по 20 раз. Это необыкновенный голос, что он мне оставил. Концерт Виторганов – это музыкальный альбом «За все тебя благодарю». Видеоклипы, поэтические монологи и 33 песни, содержание которых часто перекликается с судьбой Эммануила и Ирины Виторган. Наверное, что-то безусловно было. Да, во-первых, часть песен, их много, написали специально для нас. Да, композиторы. Вот рижские авторы, рижские авторы – это Жанна Данцева и Анатолий Фойницкий, это композитор и автор наших песен. Она вообще замечательная, она так подошла, она изучила всю нашу биографию, все передачи с нами. И потом она только писала для нас, вот вы понимаете. Из театрального зала шел такой позитив, говорили виторганы. Почти трехчасовой концерт посмотрели более 500 человек. В Сызрани они стали участниками творческого проекта «Ночь в театре». Мне очень понравилось. И все, знаете, как на одном дыхании, вот даже время не чувствовалось. Дальше ожидаем продолжения, скажем так, банкета, ожидаем видеть теперь наших сыстринских актеров. И мы, артисты, стараемся изо всех сил, чтобы нашему любимому зрителю, которых я вижу полон зал, к счастью, к большому, было радостно и весело. После концерта виторганов зрителям предложили размяться в фойе. Фотосессия на память и забавные аттракционы. Главный режиссер театра Олег Шахов снимал на кинокамеру любого желающего и давал ему мастер-классы актерского перевоплощения. Мы сейчас снимаем ремейк известной сцены с Чарли Чаплиным из фильма «Золотая лихорадка», «Танец с булочками». У нас кастинг, очень напряженный момент, актеры волнуются, актеры очень серьезные, поэтому мы сейчас не можем отвлекаться. Здесь и гримерка, и съемочная площадка. Рядом и выставка картин сызранских живописцев. Главный художник театра Анна Митко помогала зрителям примерять театральные костюмы и делала снимки на фоне декораций. Как вдруг зрителей вновь пригласили в зал на капустник. Комические сценки на злободневные темы вызывали бурю смеха. В общении со зрителями были задействованы почти все сотрудники драмтеатра. Актеры, костюмеры, бутафоры, гримеры помогали зрителю почувствовать себя в сказочном мире – мельпомены. Театральная ночь кончилась за час до полуночи. Артистам аплодировали стоя. На прощание зрителей Сызранского драматического театра просили проводить капустники чаще, чем раз в год. Анатолий Волошинский, Игорь Шиянов, Вести детально. Насыщенной программой в Сызранском драматическом театре ночь искусства в нашем городе не ограничилась. Гостей выставочного зала тоже ожидало немало интересного. Там можно было погрузиться в атмосферу романа «12 стульев» и почувствовать себя Остапом Бендером в охоте за сокровищами, спрятанными в стуле. Каково это быть великим комбинатором, на себе ощутил Илья Волков. Дяденька, дяденька, можно мне, пожалуйста, 10 копеек? А может быть, тебе ключ от квартиры дать, где деньги лежат? Это одна из сцен известного фильма «12 стульев». Весь вечер в выставочном зале посвящен именно этому фильму и тем годам. Здесь все стили той эпохи из известного произведения Ильфы и Петрова. Тут и салон «Мадам Грицацуевой» в своем реалистичном антураже, и даже казино «Золотой телец». Только играют тут в лотой карты за вымышленные деньги. А вот гости пришли в настоящих нарядах 20-х годов прошлого века. Некоторые образы были переданы очень точно. Я решила просто такой собирательный образ Элочка-людоедочка плюс там какие-то ее подружки там и так далее. Вот, ну, я смотрела фильмы с фрагментами, где этот образ есть. Ну, естественно, всех тяжелее, конечно, было найти мексиканского тушкана. Это мексиканский тушкан. Ну, и выучила Ильфу словарь. Элочки-людоедочки, состоявшие из 30 слов. Парниша! Мрак! Тут и викторину сыграть можно, и послушать на столетнем патефоне музыку тех времен. Можно даже побрить кису Воробьянинова. В фильме «12 стульев» один из главных героев, кису Воробьянинов, пытался перекраситься, но желаемого цвета он так и не достиг. И волосы были зеленого цвета. Один из интересных конкурсов здесь – это побрить так называемого кису Воробьянинова, не лопнув его. И за это мне дадут деньги. Кажется, получается. Стилизованный вечер вызвал большой интерес у гостей. Когда еще выпадет возможность шагнуть в машину времени? Наверное, каждому хочется хоть раз в жизни окунуться в такую атмосферу, почувствовать себя персонажем какого-нибудь фильма, например, «12 стульев». Господа, аукцион начинается! Изюминкой вечера стал аукцион. Гостям предложили поохотиться вместе со Стапом Бендером за сокровищами. Десять стульев из дворца! Почему из дворца? Сидите и не рыпайтесь. Восемьдесят рублей! Девяносто! Стульев здесь было не десять, а, как положено, двенадцать. Пускай и миниатюрных. В одном из них была зашита настоящая монета царской чеканки. Кому-то из участников аукциона повезет. Илья Волков, Сергей Инкин, ввести детально. В каком году и какой пьеса открылся Сызранский драматический театр? Это один из вопросов, на который предстояло ответить участникам квеста, который назывался «По улице Большой». Он прошел в нашем городе впервые и тоже в «Ночь искусств». Илья Волков поделится впечатлениями. 15 исторических мест в центре города неожиданно стали загадками и тайной. По крайней мере, для участников большой квеста игры «Ночная история». Этот квест предназначен для того, чтобы наши команды еще раз прогулялись по нашему замечательному городу, окунулись в его атмосферу и посмотрели на него как-то по-другому. Главное, узнали какие-то новые исторические факты, которые очень интересные и необычные. Центральная площадь города – отправная точка для шести команд реалити-квеста. Интерактивные игры с сюжетной линией, которая заключается в решении различных головоломок. Здесь участники получили первое задание. Нет, садочно тут не течет. Нет, 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 нет. Клубра, сезранка. Ну, текучка, как называется? Да это все клубра. Чего вы ждете от квеста? Хорошего настроения, веселья, общения с друзьями и, конечно же, новых знаний. Какие же ощущения испытываете после первого задания? Ну, я думаю, что у нас будут проблемы небольшие. Все-таки есть вещи, которые мы не знаем в нашем городе. С первых же минут все бросаются в рассыпную. У каждого в руках адрес своего пункта – исторического места, где их поджидает новая загадка и новая подсказка. Куда приведет их маршрут, никто не догадывается. Команде необходимо правильно ответить на вопросы и получить подсказку и бежать к следующему пункту. На все про все от трех до пяти минут. Интернетом пользоваться можно, но вряд ли успеешь. Квест-игра «Ночная история» в самом разгаре. Вопросы в заданиях связаны только с фактами из жизни города. Однако важна не только скорость, но и правильность ответа, которая будет потом подсчитываться на финише. Чтобы добраться до него, нужно пройти все этапы. Каждый обязательно находится в историческом месте на улице Советская. Она же бывшая улица Большая. Как вам игра? Отличная. Мне очень понравилось продолжать играть, потому что это очень увлекательно, узнавать свой город еще больше и больше по истории. Вопросы сложные попадаются? Ну, есть сложные, есть на те, которые очень легко ответить. У каждой команды свой путь победы и свой маршрут. Правильный ответ – открываешь подсказку и вперед открывать для себя новое историческое место города. А все закончится здесь, у Сыжинского Кремля. Правда, команды пока еще об этом не знают. В завершении квеста победителем стала команда «Маски». Несмотря на морозный вечер, команда прошла всю игру с наибольшим количеством баллов. Илья Волков, Сергей Инкин – Вести детально. А сейчас пришло время узнать сразу о нескольких новостях за 163 секунды. Сыжинский Кремля. Боксер Тимур Авдаян. В номинации «Героизм и мужество» филиал Сызранского вертолетного училища. Я попрошу патриотов нашего города всех участвовать в этой акции, для того, чтобы наши представители обязательно победили. Поддержать земляков своим голосом можно на сайте правительства Самарской области и в специальных пунктах для голосования. Адреса указаны на сайте Управления культуры и в соцсетях. Голосование продлится до 18 ноября. Итоги общественной акции «Народное признание» будут подведены в конце 2016 года. В центре Сызрани появились аншлаги, на которых современные названия улиц дублируются историческими. Кроме этого добавился и англоязычный вариант названия улицы. Адресные таблички выполнены в темно-коричневой гамме. Надписи сделаны золотистым цветом. Это было одним из условий тендера, объявленного ранее городскими властями. Дизайном табличек занимались фирмы из Самары и Ульяновска. Напомним, что идея установить в исторической части города таблички с дореволюционными названиями улиц была высказана на градостроительном совете учениками Сызранского лицея в 2013 году. Всего планируется установить 111 табличек на 12 улицах и переулках в центре города. В некоторых местах аншлаги будут с номерами домов, а где-то просто с названиями улицы. Годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, которая празднуется 7 ноября, Сызрани отметили на день раньше. Как пояснил первый секретарь районного отделения КПРФ Михаил Мулюкин, сегодня Сызранский актив партии находится в Самаре, где принимает участие в торжественных мероприятиях. В связи с тем, что государство нас не признает 7 ноября как официальный праздник, день рабочий, не выходной, но мы приняли решение провести праздник накануне, то есть 6 числа. Мы здесь провели мероприятия, здесь было довольно-таки много людей, праздничные мероприятия, включая всякие лотереи, разнообразные выступления музыкальных оркестров, возложение цветов, само собой разумеющееся. То есть мы отметили. Напомним, что социалистическая революция, организованная в октябре, а по новому стилю в ноябре 1917 года, привела к власти партию большевиков, приверженцев идей коммунизма. Почти 70 лет годовщина революции отмечалась как государственный праздник. Своим отношением к событиям 1917 года Сызранцы поделятся в рубрике «Хочу сказать». Потом придет время дежурной по городу Кристины Солодковой. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Нам вроде повезло то, что революция произошла. Я, конечно, не знаю это дело, но немножечко люди как от тиранства, что ли, освободились. Что-то вроде такого. Я так думаю, это мое мнение. И немножко посвободнее вроде стали. Кто-то государственные предприятия. Это гораздо лучше, чем кулак. Что нам судить? Не нам судить это. Что произошло, что и произошло. Для страны это какие-то перемены. Мне кажется, ничего не изменилось вообще. Представляет, я не жил, а Октябрьская революция, по-моему, в Советском Союзе мы хорошо жили. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В начале осени в бывшем общежитии по адресу Лазо-29 произошел серьезный пожар. По сей день местные жители не могут определиться, кто должен делать ремонт в общественном помещении. В результате пожара на общей кухне обгорели стены, повреждены трубы отопления. Окна в помещении до сих пор без стекол. Местные жители во всем обвиняют соседей, ведущих о социальный образ жизни и их многочисленных гостей. В сентябре месяц, в начале сентября месяц, где-то в числах 5-6-7 сентября был пожар здесь. Здесь находился диванчик у нас, находились люди, которые ведут неправильный образ жизни. Распивали, курили, бросили бычок. Два часа ночи было возгорание, произошел пожар. Ну вот видите, у нас последствия. Это помещение, единственное на этаже, приспособленное для приготовления пищи. Впрочем, ставить электрические плиты в комнатах жильцы боятся из-за старой проводки. Вызывали работников вживую, приходили представители МОПГУК, городской управляющей компании, с улицы Молодогвардейские, смотрели, обещали, сделаем, сделаем ремонт. Потом мы звонили неоднократно, говорят, раз вы здесь, дом является не общежитием, а является многоквартижным жилым домом, делайте ремонт за свой счет. В городской управляющей компании нас заверили, что уже на этой неделе займутся остеклением, а основные ремонтные работы продолжат позже. Очевидцам удалось заснять на кадры последствия аварии, произошедшие в минувшие выходные. Здесь, на мосту, в районе железнодорожного вокзала, такси с пассажиром в салоне опрокинулось прямо на проезжей части. На кадрах, снятых на видеорегистратор, можно рассмотреть, как на проезжей части лежит перевернутый Рено Логан. Пассажир, который в момент ДТП находился в салоне такси, рассказал, что водитель мог заснуть за рулем. Молодой человек успел заметить, что автомобиль стал менять траекторию еще до подъезда к мосту. Отбойник сработал как трамплин. По словам молодого человека, в ДТП он повредил палец руки, а водитель, предположительно, ударился головой. На этом обзор происшествий закончен. Будьте аккуратны. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова